дорогие друзья приветствую вас на канале лана начало апреля обычно в это время я уже перевожу но во всяком случае начинаю перевозить свою рассаду в теплице теплицу меня не отапливаемые но как правило уже к этому времени более менее температура устаканивается но в этом году у нас вот снег нас просто засыпает огромные сугробы не знаю когда все это растает в городе конечно все тает намного быстрее у нас вот здесь вот еще снежные завала да еще недавние вот тут снегопад подвалил еще тут розы мои опять только я их подняла опять их тут все пришибло но все теперь терпите когда все само растает вчера вечером я приехала уже сходил в теплицу подсыпала туда снега на цветочки на моей посадке потому что очень был сухой грунт вот но сейчас вам покажу заглянем в тепличку посмотрим как там обстоят дела вот они цветочки тут даже уже распускаются первые красавцы крокус вот такой распустился он красавец какой скорее боже скорее бы уже все распускалась белая снега уже эти немножечко томили гейхерка тут прям бодрее всех бодрее умница никакие морозы вот какие тут были минусы ей нипочем так что и вообще смело можно оставлять на зимовку спокойно розочки потихонечку тоже там начинают почечки набухать все что я подсыпал тут от мышей которые прогрызли мне тут тюльпаны и прочее прочее тут наверное я капнула нечаянно этим дегтем и сожгла вот здесь вот по моему один тюльпанчик не знаю но во всяком случае он там держится не знаю как вот вчера говорю что приехала земля была очень сухая вот снежок сейчас где растаял чуть немножко все это промочилось здесь какой-то тюльпан затесался гиацинтом то что посадил насадил но тут одни гиацинтики нарциссы там все вроде нормально хризантемки тоже суховаты были но начинают уже там вот некоторые давать тоже вот побеги я не черенковала хризантемы но какие вот сейчас вырастут на черенкую до осени еще успеют нарасти вот здесь на клубнички землянички еще снежок не растаял тоже кустики растут и вот тут у соседкины тоже вот там еще влажновато тут чуть суховато надо будет набросать что я привезла растюшки какие вчера так вот сумка у меня здесь и стояла в теплице они же здоровы а тут вот даже конденсат сверху там тепло было растение пока приехали из дома все тепло надо подготовить сначала для них еще стол с пойду в соседнюю теплицу как раз там там у меня вот потеплее солнышко там лучше закрытые все там вообще старые уже теплицы дырки всякие стол у меня воды стоит но обычно я еще там представляю такой столик скамеечку туда тоже рассаду свою расставляю сейчас сына попрошу поможет мне здесь перенести сюда стол вот уже готовится к массовым вывозам рассады потихонечку ну вот все поставили растение сюда перенесла некоторые мне нужно сейчас будет тут гехеры кое-какие пересадить здесь еще вот под столом тоже себе место делаю то что да как раз гехеры там потом и будут стоять уже попозже здесь сверху у меня натянута веревочка через нее я вот прошлом сезоне сделала мне понравилось перекидываю спонбонд грунт грунт закупала еще осенью в леруа вот такой вот универсальный грунт но принципе неплохой неплохой этот грунт он сперлитом я его потом засыпаю в кашпо для петуни везде плохой грунт вполне себе очень даже вот этот вот он недорогой был так сейчас вот тут некоторые гехерки мне надо будет пересадить потому что пока не стояли там у меня дома верхний слой земли конечно там ну практически торф был хороший этот сорт мармеладик это лайм мармелад это сорт лайм мир мира но тьфу господи мармелад серия вот это мармелад но я внизу тут немножко весь вот земельку вот эту сейчас уже такую всю который скушал уже гехерка за зиму уберу и немножко свеженько ездить и снизу и сверху подсыплю вот она еще постоит уже в этом сезоне буду их рассаживать по своим местам все уже мучение заканчивается можно сказать гехер сейчас они оживут быстренько будут расти но вот эта серия мармелад и лайм мармелад и обычный мармелад очень хорошая серия гехер они очень быстро нарастают здоровые такие гехерки эти сухие листики я потом все уберу который немножко подряд что я не убираю беру только вот эти вот самые сухенькие такие которые пока не сейчас начнут расти вот ну вот сейчас буду пересаживать потихонечку все и тут у меня еще мы вот это вот мармелад вот он он сам мармелад очень красиво сейчас он такой красноватый но он потом будет более такой оранжевый цвет с обратной бордовой стороной красивый сорт очень красивый гофрированный лист и очень быстро кустик обрастает вот кому надо быстро чтобы росла гехера это вот сорт мармелад очень такой благодарный сорт не все гехеры мне нравится ну сейчас наверное у меня порядка 40 сортов а то может и больше не знаю но уже вижу что с некоторыми придется распрощаться потому что они плохо растут и плохо зимуют ну в общем то надо выбирать себе любимцев и тратить свою силу и любовь уже на них они на всех подряд как говорится и хотят расти не надо пусть растут в других условиях может быть где-то где потеплее там они будут хорошо зимовать а у нас вот они не все не все говорю сарта гехер зимуют просто нужно подобрать этот сорт вот мармелад лайм мармелад и на солнце растет и в тени прекрасно растет в общем очень-очень благодарный сорт посмотрите если будете приобретать вот приобретаете есть с темными листьями такой же серии но она там не мармелад называется но вот именно форма листа форма куста вот такие вот можете смело приобретать мы во всяком в подмосковье растут прекрасно прекрасно растут так кто тут у меня еще есть вот вот такой красивый вот этот вот тоже сорт то когда он уже укоренится в начале он немножечко такой капризный капризоле это браслотерн сорт но сам куст весной вам покажу у меня куст уже достаточно большой вот взяла черенок попробовать от него тоже поздно осенью уже но сам кустик уже хорошо у меня нарос красивая форма листа красивая краска расцветка куст достаточно высокий нарастает но вот единственно что вначале немножко вот может покчевряжется там чуть такое но потом все будет идеально тоже один из моих любимчиков вот надо будет его еще на черенковать он симпатичный очень при пересадке вот здесь вот главное тоже вот эту вот земельку поплотнее здесь поприжать и главное еще не заглубить здесь вот середина серединочка у него вот эту вот серединочку главное тоже не засыпать чтобы она была наружи гейхерки чтобы ей было легче расти но вот расти дорогой теперь у меня так кто здесь еще а вот это вообще тоже еще даже не пересаженная пенелопа сорт это прям вот как она пришла ко мне хиленькая такая простоял у меня практически сезон тоже вот в этом горшочке но очень маленькая была я думала она вообще погибнет но когда я его домой забрала осенью она как-то там начала расти более-менее решила что все-таки будет она расти и в этом сезоне вот смотрю за зиму все-таки набрала уже так пусть и какой-то не хуже чем другие вам все те тоже которые раньше я еще пересаживала все эти уже пересаженные гейхеры тоже очень сильно наросли за зиму некоторые вот даже образовали детку детка наросла сейчас я ее постараюсь аккуратненько одно рукой как неудобно отсоединить главное немножко корешка захватить еще то чтобы он лучше укоренялся вот вот так рассажу это посажу уже отдельно это по моему у меня какая-то тиарелла ну судя вот по кустику по расцветке какая-то тиарелла так что еще привезла еще привезла я виолу но виолу рассаживать не буду недавно их пересадила вот в 300 граммовые стаканчики еще им тут расти расти пусть обрастают сейчас она быстренько пойдет в рост тут на прохладке то это прям любимое ее место так гвоздичка тоже которая любит прохладку тоже их привезла тут они уже вот начали боковые побеги тут наращивать красоточки тоже в прохладе неплохо себя чувствует пусть растут арабис арабис у нас вечно зеленый холод все переживает прекрасно тоже можно рано вывозить совершенно спокойно 10 0 1 посев был выращивала их вот таких стаканчиках очень удобно мне понравилось выращивать стаканчиках абриету прекрасно нося тут чувствует удобно размещать где-то у себя на стеллажах так что вот это лучше чем в общем контейнере так еще привезла еще одна гвоздичка но это вегетативный подарок у меня подарочная тоже пусть здесь растет и купила вот наверное неделю там или две назад уже покупала я во флоссе в садовом центре это гипсофила однолетняя не знаю семян ее выращивать буду рассаживать ее немножко хочу ее тут на несколько штучек рассадить так помощник здесь у меня притаился в укропе здесь укропный код нет чтобы мышей соседней теплицы ловить мыши сгрызли мне все тюльпаны лео лоботряс так вот эти вот растюшки все я расставил сейчас я их буду поливать поливаю я их ну вот насколько это возможно талой водой потому что это прям талая вода это живительная сила это такая чистая практически без соли и вода для этого специально наполняю бочку снегом заранее вот пока есть снег снег тает но и вот этой вот водичкой вот это и буду поливать сейчас растюшки холодненькая но ничего взбодряться поливаю сейчас достаточно обильно потому что наверное где-то на неделю уезжаю но будет прохладно я посмотрела там нет промо один там может два солнечных дня будет поэтому не думаю что они прям все тут сильно очень просохнут успеет но достаточно обильно здесь вот проливаю многие хераты точно но в принципе ги херам даже лучше подсушить их чем залить они не очень любят застой воды поэтому и грунт такой но тут грунт хороший рыхлый пройдет сейчас ничего страшного они выдержат вот которые соседние вот эти вот растюшки ну вот эти вот аккуратненько буду сейчас поливать они там влажные так ну вот вчера был прекрасный солнечный день и вечером вдруг опять этот снежный катаклизм господи боже мой когда уже эти снега прекратятся опять тут мне все засыпало я сейчас иду поставить еще перенести теплицы привезла еще алису я его пересаживать не стала просто тепличку поставлю его вместе со всеми там растениями смотрю заодно как те ночь провели растюшки градусник если он термометр не принесла сюда но и так чувствуется что здесь тепло и сейчас я вот сюда алисом переставлю и весь этот шатер закрою и от всего короче чтобы там у них такой был хороший микроклимат и тепло и солнышко чтобы очень сильно не жгло ну что ж дорогие друзья на этом у меня сегодня все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится садовая дачная цветочная тематика приглашаю подписаться на мой канал и чтобы общение у нас было более плодотворным приглашаю подписаться на мой канал на дзене в телеграме и на мою группу вк все ссылочки будут в инфобоксе под этим видео и первым закрепленном комментарии ну что ж до новых встреч друзья на разных платформах формах Продолжение следует... Продолжение следует...